Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии вторника. Продолжаем разбирать события финансовых рынков и анализировать то, как они влияют и воздействуют на наши торговые идеи. Текущая ситуация на рынке. Что изменилось, что произошло? Мощных движений мы не увидели по итогам торговой сессии понедельника. Важно, что у нас евро остается под давлением. В целом, такое же давление характеризуют и прочие рисковые инструменты, которые, друзья, замечу, мы продаем. Например, фунт, например, австралиец, новозелландец, канадцы. Отдельная история. Мы сегодня, как и всегда, уделим несколько минут тому, что происходит с этой валютной парой. Пожалуй, хорошо сейчас ситуация складывается для фондовых индексов. Сегодня я предложу вам сделку по немецкому индексу DAX 30. В тикетах компании AMARKETS это GR30. Это сделка, которая позволит нам пока что действовать по этому локальному тренду и попробовать выжить из текущего восходящего движения еще побольше. Цель, вот, кстати, раз уж я зашел, скажем, немного с другой стороны к инвестиционным идеям. Цель по GR30 11500 пунктов, друзья. Фактически 200 пунктов, если учесть, что сейчас немецкий индекс находится на отметке 11300. Чуть позже я попробую рекоментировать свою позицию, а вы уже решите, стоит ли прислушиваться к такой рекомендации, либо все-таки попробовать использовать другую точку зрения и иначе, опять же, торговать европейским фондовым рынком. Давайте, друзья, поговорим о повестке текущего торгового дня. День обещает быть поинтереснее, чем вчерашний. Сегодня мы будем лицезреть американских фондовиков. Надеюсь, что после выходного дня им захочется поработать с фундаментом, особенно в свете такого общего новостного фона, который накрывает и отдельные статистические релизы по отдельным экономикам, этот общий новостной фонд связан с продолжающимися переговорами между США и Китаем. На высоком уровне они прошли в Пекине на прошлой неделе. С делегацией американских чиновников встречался председатель, собственно, Китая. Сейчас немного ролями поменялись. Делегация Китая прибыла, собственно, в США и проведет встречу, в том числе и с Трампом. Сегодня стартуют, друзья, эти переговоры, но на более-менее высоком уровне, с подключением самых интересных персонажей и, как следствие, с возможностью получить интересный комментарий, это уже конец недели. То есть нам придется ждать, как это было и в ходе прошлой пятидневки, вот торговая сессия четверга и пятница. Но ничего, друзья, подождем. Мы это умеем делать, тем более, что наши торговые позиции, наши сделки, они предполагают именно долгосрочную отработку. К повестке сегодняшнего календаря в 12.30 рынок труда Англии. Мы уже не раз убедились в том, что статистика оказывает очень серьезное сейчас влияние на фунт. Пришли к выводу об этом только лишь потому, что все устали от политического фона касательно Брэкзита, потому что ничего нового, все обсуждают одно и то же и надоело уже. Хочется сейчас поработать с другим фундаментом. Статистика позволяет трейдерам, честно говоря, друзья, трейдерам, которые больше спекулируют на коротких дистанциях, зацепиться за перспективы изменения процентных ставок. Если вы все-таки долгосрочно ориентированный трейдер, вам за этот фонд цепляться не нужно, потому что он не будет влиять на долгосрочные ожидания по британцу. И в конце концов, что произойдет с процентными ставками, будет зависеть не от статистики, а от того, на каких условиях англивейт из состава Европейского Союза. То есть вам, в принципе, можно ждать каких-то подробностей по Брэкзиту и не торопиться в плане какой-то неоправданной активности, не предпринимать никаких необдуманных, точнее, торговых решений. Я по фунту держу вас в курсе, друзья. Сегодня, кстати, будет сделка и надеюсь, то, что она снова сможет принести нам профит, как это было с прежней короткой оппозиции. В 13.00 статистика по бизнес-оптимизму ЗИЮ. Я жду еще одну порцию негатива европейского. Иного и быть не может, друзья, потому что последние отчеты, которые мы видели, указали на серьезный провал промсектора немецкой экономики, Германии, ведущего локомассива валютного блока и, как следствие, указали на проблемы для всей еврозоны. Конечно же, на фоне падения инвестиций, на фоне резкого снижения производственных заказов, на фоне низкого внутреннего спроса, потребительского спроса, как бизнесмены могут с оптимизмом откликаться, опять же, на текущее состояние экономической конъюнтуры и также с оптимизмом смотреть в будущее. Я думаю, что нас сегодня порадует, как продавцов евро статистика от ЗИЮ. Завтра мы о ней поговорим, но заранее готовлю вас к плохим релизам. В 18.00 выступление Питера Прата, это главный экономист Европейского центрального банка. Считайте, что это человек, который фактически транслирует мысли Марио Драги. Я рассчитываю получить мягкие комментарии и рассчитываю на то, что для нас, пусть не сейчас, не в моменте, эти комментарии станут причиной снижения курса евро, но они подготовят нас, либо дополнительно убедят в том, что мы должны прилеживаться прежней мягкой позиции, которая совсем скоро будет озвучена в очередной раз от господина Драги. Ну и еще, друзья, один релиз, он уже, правда, в переходе с вторника на среду. Это отчет по Новой Зеландии, по новозеландскому доллару, индекс цен производителей, важные компоненты инфляции. Я ожидаю снижения этого индекса, ожидаю то, что параллельно с этим будут пересмотрены прогнозы по общему показателю инфляции. Это должно привести к снижению курса Новой Зеландии. Кстати, сейчас, если коснуться валюты стран Океана, у нас по Австралии очень хорошо ситуация складывается, мы снижаемся, уже тестируем поддержку 0,71. Друзья, делаем 0,70 и выходим с рынка. Я думаю, что при текущем содержании протоколов резервного заседания Резервного банка Австралии, при текущих ожиданиях еще большего замедления экономики Китая, уверен то, что австралийцы и новозеландецы будут испытывать серьезные трудности. Поэтому не обращайте внимания на краткосрочные, необоснованные и, на мой взгляд, совершенно не бьющиеся с реальностью похода этих инструментов вверх. Сохраняйте короткие позиции, потому что только такие ожидания, ориентиры принесут профит по вашим позициям и профит по вашим депозитам. Ну а теперь давайте подробнее поговорим. Нефтянка нас также радует. Мы пока что сторонние наблюдатели. Но, друзья, я вчера говорил, что те, кто хочет, собственно, еще поспекулировать нефтью, но не решается зайти большим объемом, ничего. Это нормальная позиция, когда фон не такой уж и однозначный. Но если хочется, я снова повторяю, друзья, сейчас небольшим, небольшим, это ключевое слово, объемом можно еще щупать рынок энергетический через длинные позиции. По бренду у нас сейчас котировки 66.20. Я думаю, что можно поставить цель там в районе 69-70 долларов за баррель. Не факт, что мы до тут доберемся, но какой-то потенциал роста еще будет отработан. Работаем мы с прежним фундаментом. Он не изменился. Участники рынка сейчас отыгрывают признаки сокращения мирового предложения. Участники рынка вдохновлены новостным фоном, который касается переговоров между США и Китаем. Удачный с прогрессом этап переговоров, который прошел в Пекине, сейчас перетек в следующую стадию переговоров уже в Вашингтоне. Но пока у нас подробностей нет, я думаю, что будут опять же позже на этой неделе. Как и недели и две назад, работаем по классической сейчас рыночной тактике. Покупаем на ожидании, продаем на фактах. Но про продажи пока давайте не будем, с ними не будем торопиться. Пока на ожиданиях держим небольшие по объему длинные позиции по нефтянке. Про доклад ОПЕК я говорил уже, друзья, про отчет Международного инвестиционного агентства. Кстати, на этой неделе поддержку нефтянки может оказать еще и потенциальное снижение курса доллара. Потому что мы с Вами ждем протоколы. Протоколы, которые, скорее всего, будут охарактеризованы мягкой риторикой. Мягкая риторика – это причина слабости доллара. А учитывая, как соотносится курс доллара с товарным сырьем, чья стоимость номинирована в американской валюте, понятно, что доллар может стать еще одним фактором на этой неделе – поддержки для цен на черное золото. Доллар и иена на этой ноте, давайте перейдем непосредственно к американцу – 110.50. Волатильность снизилась. Сегодня я ожидаю более интенсивные торги. В конце концов, где мы окажемся по паре доллар и иена к концу недели будет зависеть от того, в каком русле пройдут переговоры, будут ли подробности по тому, что удалось обсудить, почему удалось найти компромиссы, почему нет, будут ли причины говорить о сохраняющихся разногласиях и в качестве прям супернегативного сценария, будет ли у нас основание говорить о том, что эти самые разногласия настолько еще значительны, что до конца февраля страны так и не смогут прийти к какому-то общему консенсусу и подписать торговое соглашение. Друзья, ну совершенно разные сценарии того, что будет дальше. Я сейчас предлагаю все-таки признать тот факт, что позитив для доллара может прийти, если США и Китай каким-то образом все же примут важное решение конца этой недели, но это гипотетические лишь ожидания. Это конец недели, у нас более раннее событие, это протоколы американского регулятора и они реально могут внести серьезный вклад в динамику доллара. Как я уже отметил, обрисовывая перспективы нефтянки, мы с вами уже не раз убедились в этом году, что для Федрезерва теперь позиция более приемлема. Это позиция низких темпов роста процентных ставок, поэтому сегодняшние протоколы могут еще раз напомнить рынку, почему Федрезерв занял такую позицию и какого мнения голосующие члены американского регулятора относительно дальнейших темпов нормализации денежно-кредитной политики. В общем, мягкая риторика сегодня, друзья, точнее в среду, это причина, по которой я уверен, доллар у нас окажется в аутсайдерах и будем ждать пару все-таки ниже 110, я имею ввиду пару доллар-иена. Фунт против доллара 1.29, это актуальные котировки, сделку предлагают с топ-сорами 1.28.70. Политическая картина не то чтобы меняется, есть определенные изменения, в частности, мы давно не говорили про партию либаристов, которую возглавляет Джереми Корбин, вы помните, такой рьяный оппонент Терезы Мэй. В данном случае назрел раскол, собственно, и в этой партии семь членов парламента образовали такую независимую группу, якобы демонстрируя явные протесты против оппозиции Джереми Корбина. И оптимисты тут же воспряли духом, считая, что раз сейчас Джереми Корбин стал терять поддержку, значит, чтобы сохранить поддержку среди тех, кто все-таки еще верен его курсу, может быть, он займет более мягкую позицию в отношении текущего документа соглашения Терезы Мэй с Европейским Союзом. И, ну, таким образом может создаться, опять же, прецедент, вынужденный, из-за которого большая часть уже парламента может на следующем голосовании отдать свой голос за поддержку этого документа и тем самым повысить вероятность все-таки мягкого Брекзита. Ну, такой сценарий, друзья, я знаю, на рынке есть, я его не разделяю, какой-то он уж больно сказочный, напускной. Я все-таки сохраняю приверженность прежним ожиданиям того, что пока рано говорить о позитиве для английской экономики, для фунта. Сейчас нужно работать с оправданным, фундаментальным, нисходящим трендом по фунту и ждать, собственно, британца ниже. Сделка селл-стоп с отметкой 1.2870. Евро против доллара, друзья, 1.1293. Снижение европейской валюты возобновилось. Ждем евро в районе 1.10-1.11. Причины, из-за которых евро мы продаем, я думаю, что вам очевидны. В эту пятницу мы получим еще один важный релиз по индексу потребительских цен еврозоны. Уверен, что статистика снова разочарует. Эта статистика вернет на рынок разговоры о необходимости дополнительных инструментов поддержки экономики. Возможно, те самые операции, о которых говорил Юнкер, операции долгосрочного рефинансирования ТЛТРО, которые должны предоставить якобы спасительную ликвидность для очень сильно ослабленного банковского сектора еврозоны. Ну да, конечно же, еврозона нуждается сейчас в дополнительных вливаниях. Это еще доказательство сохранения сверхмягкой экономической политики. Про повышение процентной ставки я сейчас даже и не говорю, друзья. Поэтому по евро сохраняем прежние ожидания, это продажи. Немецкий индекс ГЕР-30, повторюсь, то, что цель, друзья, это 11500 пунктов. Напоминаю то, что поддерживают сейчас европейские индексы прогресса в переговорах между США и Китаем. Это продолжающий сезон квартальных отчетов довольно неплохой и все-таки признаки того, что Европейский центральный банк сохранит свою приверженность мягкой экономической политике. А ветра здесь дуют как раз со стороны отдельных заявлений того же самого Юнкера и прочих представителей, скажем так, Европейского центрального банка, европейских денежных властей. Вот так будет правильнее. О том, что и вот эти операции ТЛТРО и сохранение низких процентных расставок, это то, что сохранит свою значимость на текущем этапе, потому что это необходимо. Для европейской валюты, как я уже отметил, такой фон, это негативный момент, хорошая база для снижения курса евровалюты. Но вы прекрасно понимаете, что при снижении курса евровалюты очень неплохо выигрывают фондовые площадки. Вот эта логика справедлива сейчас и для немецкого, в том числе, индекса, поэтому рассматриваю его с точки зрения покупок. По австралийцу, друзья, сегодня протоколы, в принципе, по содержанию точно такие же, как мы ожидали. В Мяке было выражено очень много беспокойства по текущему состоянию экономического роста, ситуации на рынке труда и ситуации с показателем инфляции. И также было очень много сказано про перспективы еще большего спада экономического восстановления, спада экономики Китая. Как вы понимаете, Австралия очень уязвима перед подобного рода риском. Поэтому оправданно австралийц у нас сегодня снижается. Ждем его в районе 0,70. Друзья, на этом, собственно, все. Большое всем спасибо за внимание. Хорошей вам удачной, прибыльной торговой сессии. Увидимся завтра. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...